Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого подобным. И сегодняшняя книга стоит с индексом 18+, и не предназначена для детей. Хотя в сущности, сильно-то не детского, там есть только сцены распития алкоголя и одна сцена первого любовного опыта, на которую ушло аж целых 5 или 6 предложений. Вот так вот, коротенько, и я бы сказал, очень сжато. Почему? Потому что Сандер и Ида, повесть прекрасная Сара Кадефорс, это совершенно не про это. Это, да, про первую любовь. Но дело в том, что всё гораздо сложнее в жизни, чем может показаться на первый взгляд, особенно взрослому человеку, который всё это уже прошёл, всё это испытал, которому отчасти даже скучновато, может быть, читать о том, как происходил у кого-то там первый секс в жизни. Это совершенно не имеет никакого значения, как знает практически любой взрослый. Первый раз он на той первый раз, да? Дело совершенно не в этом. Дело в том, что иногда встречаются очень разные, очень непохожие люди, которые в чём-то глубинно действительно близки, идентичны. Это вот банальные, очень пошлые слова про две половинки, которые одного целого, которые где-то ищут друг друга по всему свету. Но это действительно так. И вот понимаете, в чём дело? На пути всего происходящего этим двум половинкам предстоит встретить довольно много всего. И внутри себя, и вне себя, и в семье, и так далее. Двух историй разных персонажей сложно даже себе представить. Сандер – это молодой человек, значит, он живёт в совершенно заштатном, провинциальном, занюханном Гётебурге. Но по нашим меркам, может быть, не таком уж и провинциальном. Ему кажется, что вот он в тесных рамках, в каком-то захолустье, да, оттуда надо вырваться. Слушайте, да живи ты хоть в центре вселенной. Ты всё равно будешь хотеть в районе от 12 до 18 лет, где-то вот в этом периоде, будешь хотеть вырваться из этого захолустья. «Ты уже в центре мира, сын мой? Нет, я хочу наружу! Куда?» Это рефлекс, это возрастное. Ну вот Сандер, он такой. Он, конечно, хочет куда-то, чего-то добиться, куда-то стремиться. Он хочет, тем более, что у него есть дело, причём очень важное дело в жизни, он занимается бальными танцами. И это действительно серьёзная вещь, которая поглощает множество душевных, прежде всего, не только физических сил и много времени, и приводит к совершенно закономерной травле. Потому что, ну, знаете, когда несколько придурков ездят каждый раз с тобой, значит, в одном школьном автобусе, вот, и эта груда мышцы с вот таким вот мозгом, значит, обязательно должна непременно самоутвердиться за счёт кого-то, нет ничего более мерзкого, чем самоутверждение за счёт другого человека. Но это почему-то об этом не рассказывают в начальной школе. Это совершенно естественное поведение для стаи мелких хищников, да, значит, турсливых и гаденьких по своему поведению, вот. Но, тем не менее, воображающих себя матёрыми волчарами, да. Вот они, значит, мужики, а Сандр, конечно, пидор, как они его и называют. Вот. Раз он танцами занимается, танцульками. Мужикой, с мужиками там танцует, значит, он пидор. Вот. Это, ну, я не знаю, образцовое примитивное мышление. Вот если где-то в музее этнографии есть, значит, вот, значит, первые опыты, значит, пещерного человека по изготовлению чего-то, да. Это был прорыв величайшей мысли. Так вот, по сравнению с этим мышлением, это просто открытие Эйнштейна. Вот. Вот на таком уровне проходит часть взаимоотношения со сверстниками у Сандера. Потому что, и это далеко не главное в его жизни, потому что, вообще-то, он абсолютно, во-первых, традиционной ориентацией, во-вторых, довольно-таки успешный и имеющий и сильную волю, и крепкий характер. Ну, да, недостаточно у него мышечной массы и кулаков для того, чтобы навесить людей всех этим товарищам, которые к нему предстают. И таким образом за счёт них самоутвердиться. Да и не хочется ему идти по этому пути, потому что в глубине-то он понимает, что он становится на одну с ними доску, да, становится такой фигуркой в одной игре, да, применяя их методы. И Ида. Ида живёт в Стокгольме, в городе, который никогда не засыпает, в городе полным клубов, танцев, но уже далеко не спортивных или бальных, это вот именно такая жизнь молодёжи, полным соблазнов и так далее. У каждого из них есть своя проблема. У Сандера эта проблема самоопределения, потому что, значит, весь роман, он как бы ищет себя, и, конечно, вот эта связь с Идой – это то, что поможет ему встать до конца самим собой. Как и действительно, любовь помогает нам стать самим собой. Казалось, мы от избытка её ищем на самом деле, вот нам хочется кого-то любить. Нет, мы от недостатка его ищем. Только любящий человек, человек, испытавший настоящую любовь, может быть самим собой. И это уже не имеет отношения никакого ни к физиологии, ни к примитивным проявлениям возрастным психологии, о которых я говорил. Это философская, очень серьёзная вещь. Вот у Иды есть своя проблема, у неё проблема с мамой. Мама у неё в депрессии, ну, колёса, говорит себе Ида, глядя на очередной баночке с таблетками, стоящей в ванной. Ну, колёса, путь глотает колёса, если ей хочется, лишь бы ей было от этого легче. Нет, она путает причину со следствием. Нет никого рядом, кто бы объяснил, что это лишь следствие, это не способ устранить причину. Мама у Иды депрессия, и это очень страшно, потому что, когда подросток остаётся один наедине с такой проблемой, то, в общем, это хорошо может и не кончиться. И вот Ида и Сандра знакомятся. Как? Тут ключевой момент, то, что они переписываются в сети. Одиночество в сети давно стало штампом, навязшим в ушах, в усах, да, у всех. Ну, это совершенно смешно, да, вот как бы уже даже что-то невообразимо пошлое слышится в этим вот, вот, я так одинок, что только друзья по переписке вот эти вот. Ну, действительно, во-первых, ты инстинктивно всегда тянешься к тому, кто тебе неведом, кого ты не знаешь. Один из главных, одно из главных испытаний, которые судьба уготовила Сандеру, например, это внешность Иды. Ну, она красавица, чёрт возьми. Когда мы первый раз с ней знакомимся в повести, да, мы видим её общение с подружками, которые страшно завидуют. Её задницы, завидуют её фигуре, завидуют, господи, нашли чему завидовать. Вообще говоря, то маленькое, но очень важное открытие, что зрение практически ничего не значит в этой жизни, вот, что главного глазами не увидишь вообще, нет, ну, не может быть, ну, как вы говорите, нет, ну, если человек урод, то это на лице отображается. А благородство духа тоже должно отображаться во внешнем облике. Да, конечно, а ещё в покрое костюма должно отображаться благородство духа и высота, значит, и могущество душевных сил, да, того, кого ты встретишь. Ну, понимаете, это всё очень тонкие вещи, да, и о них ты точно не размышляешь в подростковом возрасте. В подростковом возрасте тебе кажется, что твоя фигура – это ты и есть, твоя внешность – это ты и есть. А внешность, как легко нам показывает та же самая история с Идой, эта штука очень-очень амбивалентная. И она, то, что все остальные считают благословением и подарком судьбы, да, Ида считает, на самом деле, ну, если не проклятием, то такой вот особенностью её жизни, да, она красавица, она по-настоящему красавица. Вот, и несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие взаимоотношения с подругами, потому что, вот, понимаете, тут дело даже не в соперничестве. Если бы сюжет был столь банален, если бы вот эти трения, они возникли бы из-за банального соперничества, из-за Сандера, который, на самом деле, у нас и красавицы, будучи там, ну, не Рудольф, но Лив, да, ну, какой-нибудь там великий танцор, да, и так далее. Это было бы понятно. Но нет, эти все вещи появляются, на самом деле, в книге ровно с необычайной реалистичностью проявляются. Потому что люди не созданы идеальными. Они всегда будут испытывать очень тяжелые, разрушительные эмоции по отношению друг к другу. И вот как раз это постепенное осознание того, что все непросто, что вот то, что тебе кажется, должно прийти само собой, ну, вот, любовь, она нахуйнет, ага, сейчас сама по себе, да, нахуйнет. Вот, вот это тоже очень важно в подростковом возрасте прочитать в умной книге, понимаете, о том, что требуется иногда прикладывать усилия. Даже не то, не столько для того, чтобы преодолеть собственную стеснительность или атмосферу. Ну, когда ты на вечеринке, все вокруг бухают, да, и все вот это вот так вот, как-то не располагает это серьезным размышлением о том, а не это ли вот тот человек, которого я искал полужизни. Нет, вот, да, действительно, атмосфера, которая очень важна. И когда ты переписываешься с кем-то, ты можешь обдумать свой ответ. Ты можешь внимательно прочитать, не пялиться на грудь, да, а внимательно прочитать, то есть, услышать то, что тебе говорит девушка. По-настоящему услышать. И тут-то и откроется самое главное. И это далеко не предмет зависти подружек Иды, да, потому что это личность, это душа, это то, что человек видит не глазами, слышит не ушами. И то, что действительно важно, в отличие от всего остального. Остальное тоже важно, разумеется, да, но оно отступает на задний план, как только ты сейчас читаешь о главном. Вот для меня вот эта история Сандера Ига и Иды именно об этом. Ведь по ходу сюжета, и это будет единственный спойлер, который я себе позволю, я, конечно, не скажу вам, чем все кончится и как они все-таки разрулят эти все ситуации, особенно с приятелями, это из этого школьного автобуса и с подружками Иды. Но Сандер-то ведь бросает бальные танцы. А это, друзья мои, для человека, который что-нибудь по-настоящему делал, вот специальные интонации выделяю в этой жизни, чего-то добивался, да, это очень серьезно. И это действительно очень важно. И смотрите, что будет дальше и как он это будет воспринимать. И без этих вот ахов и охов, которые, естественно, неизбежно будут сопровождаться, как бы, родительским, даже не гневом, а разочарованием, да, то есть родитель как бы разочаровывается не в ребенке, естественно, а в судьбе, которая, ну, не даровала ему посмотреть на успех и взлет своего гениального, талантливого, значит, сына, да, или дочки, да. Ну, и так бывает, вот, вот это разочарование, естественно, вымещается на ребенка, а на ком же еще, ну, не в себя же плевать, говорит человек, вот, пойди к зеркалу, плюй в зеркало, потом потри его тряпочкой и успокойся, потому что эта мудрость тоже приходит не сразу, да, вот, а то есть там, как это не внешний конфликт, это конфликт внутренний, это картина, которая разыгрывается в душе у Сандера, это гораздо важнее, чем реакция окружающих, там, насмешки, или, там, подбадривание, или, наоборот, сожаление о том, что он прервал свои занятия и так далее, ну, вот. Опять же, то же самое и в отношениях Сандера и Иды. Здесь имеет значение не физиология, имеет значение не шок от первых чувств, которые действительно обуревают, а медленная, в том числе, вот этот, как раз, условная интернет-среда, это переписка, сначала интернет, потом, там, на бумаге, ну, в общем, все прочитайте. Она дает возможность диалога, потому что в диалог вступить, это нужно недюжинную силу иметь и, действительно, как бы, уже созревшую душу, да, интеллект какой-то, потому что без этого никак, без диалога никакие отношения невозможны. Все остальное ерунда, физиология и, значит, эти, вот, детские развлечения, что называется. Вот. А когда встречаются две души, которые действительно нужны друг другу, там требуется диалог. И вот это автору очень хорошо удалось показать. Читайте. Спасибо за внимание. Сандер Ида. Сара Кадефас. Прекрасной серии издательства «Компас Гид». Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.